Привет! Когда на стримах с людьми разговариваю о психологии, то всплывает часто одна и та же повторяющаяся жалоба, касающаяся такой темы, как отношения, практически слово в слово. Это мужчины 20-30 лет, пишут обычно. Очень редко девушки подобные, у девушек по-другому эта ситуация работает. Сегодня про мужиков расскажу. Почти слово в слово повторяется одна и та же жалоба. Парню, молодому мужчине понравилась девушка, женщина, и он описывает так. Я решил ей признаться, либо, ну, чаще всего признаться в том, что она мне нравится, либо признаться вообще в том, что влюблен. И она ничего в ответ. Вообще ничего. Ну и как-то вообще начала сначала морозиться, не отвечать, неадекватно реагирует. Не так, как он хотел, видимо, в голове себе представлял. Так вот, ни в коем случае не надо ни в чем признаваться до первых нескольких сексов. До первых нескольких сексов не надо говорить, ты мне нравишься или тем более я в тебя влюблен. Несколько сексов произошло, все. Ты можешь быть абсолютно искренен, откровенен во всем чем угодно, это уже никак не помешает. Почему? Грубо говоря, когда ты девушке собираешься признаться, в чем ты, ну, ты мне нравишься или я тебя люблю, я не говорю все сто процентов, но я уверен, подавляющее количество таких признаний делаются бессознательно, конечно же. С бессознательной целью переложить ответственность. Я говорю, ты мне нравишься, все, давай как бы решай, что мы будем делать. Мужчина, который перекладывает ответственность, там разные бывают. Но когда вот просто вот это такое признание, ты мне нравишься, набрался смелости такой, сказал и все, дальше уже сама, давай, что будем делать такой. А девушка ничего, она не знает, что вообще делать, ей это не нравится, сейчас объясню почему. Когда мужчина совершает такое, бессознательно он надеется переложить инициативу на хрупкие плечи гораздо более в отношениях, потому что культура к ней гораздо более требовательная в плане там морального облика, да, морального поведения и так далее к девушке, чем к парню. И когда парень такое делает, по отношению к девушке он встает в позицию ребенка, не мужчины, а ребенка. Никто, конечно, так выразить, ни одна девушка не сможет выразить, так сформулировать вот такими словами, что в основном девушки отвечают на так, ну я тупо не знаю, что ответить, ну и как-то неохота после этого уже флиртовать, как-то что-то делать, потому что это звучит тупо. Они формулируют так, но сложно такое сформулировать, что я начинаю ощущать, что он встал в позицию ребенка, который хочет на меня как бы как на взрослую переложить инициативу, давай все делай, там, организуй свидание, секс и прочий чпокинг. Поэтому, поэтому я и говорю, до первых нескольких сексов не нужно никаких признаний. А что делать? Приглашаешь в кино, в ресторан, погулять просто, выпить чашечку кофе, сам берешь за руку, потом целую щечку, потом в губы, потом чпокаетесь, а потом ты уже признай Васе во в чем-чем захочешь. Тут хорошо подходит такой пример с дружбой. На примере завязывания дружбы, да, начала дружбы, можно провести параллель какую-то с романтическими отношениями. Допустим, ты хочешь подружиться с каким-то человеком, например, с коллегой по работе, с другим мужиком, ты никогда ему не скажешь, я хочу с тобой дружить. Он подумает, что ты фрик. Фрик, я хотел сказать фрик, но нельзя уже говорить такие слова. Ебаный фрик. Я запикаю, но я просто чувствую, что в горле застрянет и голова болит насчет этого. Когда ты хочешь с кем-то подружиться, ты не говоришь ему, я хочу с тобой дружить, давай как-нибудь дружить. Ты зовешь человека выпить, потусить где-нибудь, я не знаю, вместе поиграть в футбол, сходить на хоккей, что-нибудь такое. Потому что, и сейчас я объясню, в чем именно смысл еще дополнительный, почему, скорее всего, девушка будет воспринимать тебя как кого-то, пытающегося встать в позицию ребенка, как и вот в ситуации с дружбой. Потому что, вернемся к отношениям, к романтическим отношениям, потому что, когда мужчина пытается избежать ритуала смелости, то есть первому взять за руку, приобнять, поцеловать, когда это, когда он пытается заменить этот ритуал очень важный в отношениях смелости, да, пытаясь договориться просто о том, что давай договоримся, это женщины ощущается как поступок зажатого, несмелого, трусливого, а следовательно, все эти неумелого, а следовательно, все эти качества, говорящие о том, что этот человек пока не готов, не готов к романтическим отношениям. Он пока только как, знаете, как дети договариваются, давай играть в семью, типа, ну, там, мальчик с девочкой, например, да, о том, что вот эта кукла будет наш ребенок, а эта кукла наша собака и так далее. Ну, допустим, не было собаки игрушки и решили, что один из людей будет собаку изображать. Странно, дети сейчас странные, из-за интернета. Ну, интернет, блин. То же самое, когда ты словами пытаешься обойти ритуал, в котором чувствуешь себя неуверенно, люди это ощущают, и это выглядит очень тупо, это ставит их в тупик. Они не могут выразить, женщины, девушки не могут выразить, что он попытался инфантильно обойти ритуал, продемонстрировав свою незрелость. Нет, они говорят, ну, это не знаю, это как-то тупо было, вот так формулируют, все обычные люди формулируют так, это как-то тупо было, что он признался и не знал, что делать, мне как-то неловко стало, и я решил слиться. Вот как отвечают. Поэтому даже самое при самой неловканье, самое-самое неловкое брание за руку во время прогулки, попытка поцеловать в щеку, в губы, и самая неловкая попытка, не знаю, перейти к близости, например, когда вы уже, например, на шестом свидании, например, у него или у нее дома, даже это выглядит абсолютно нормально, абсолютно зрело и абсолютно удовлетворяющее запросам вот этого ритуала, под названием, интуитивно ощущаемого ритуала, как под названием, я не боюсь получить отказ, потому что я взрослый, потому что я готов к этому, и моя смелость демонстрирует это. Я не боюсь быть отвергнутым, потому что я смогу это пережить, а тот, кто договаривается, демонстрирует, что боится, не готов и не хочет. Поэтому не договаривайтесь об отношениях, а проявляйте инициативу. Вот так. Удачи. Друзья, стрим сегодня здесь в 21.30 по Москве. Все приходите, всех жду, будет весело.